Но, однако, за последние несколько наших подобных секций на конгрессах и конференциях складывается впечатление, что мы, наверное, как-то стали говорить несколько не о том. Не так, на мой взгляд, интересно профессионалу сообществу статистика. Да, вот очень много выступлений по статистике, как у нас все плохо, как у нас всех судят, садят, наказывают и так далее. Наверное, это не главное, а все-таки, на мой взгляд, практикующие врачи ждут каких-либо советов. А что же, собственно, делать, на что обращать внимание, если с вами произошла такая ситуация в плане юридического преследования, она, как показывает практика, происходит рано или поздно, в общем-то, практически со всеми. А как это листать-то? А, вот так, да? Поэтому я предложил такое название своего выступления, своей небольшой лекции. И на самом деле отношения шансов и риски – это то, что сейчас пронизает медицинский, и наша специальность. Я подозреваю, что наверняка многих пациентов, когда мы им говорим про шанс или про риски, их наверняка это очень сильно не устраивает. Да, я подозреваю, что это где-то людей раздражает. Но вот, по сути, сейчас мы тоже сталкиваемся с такими ситуациями, что, в общем-то, никто не застрахован от юридического преследования. И есть определенные факторы, которые могут сделать это преследование менее болезненным или наоборот. Вот. Публикаций действительно очень много. И на самом деле, что важно понимать, то, что ситуация в плане юридического преследования медицинских работников, она не уникальна, на самом деле, для нашей страны. Хотя есть такое мнение в профессиональном сообществе, что где-то там в Америке или в каких-то других странах все хорошо. На самом деле, все точно то же самое. А вот адресую вас к систематическому обзору. Кстати, в журнале «Хирургия», опубликованной в прошлом году, который показывает, что такая же ситуация, собственно, по всему миру. В принципе, опять же, не являемся мы уникальной страной, в которой там только в нашей якобы стране есть кадровая проблема. Не так давно попалась статья о кадровой проблеме в анестезиологии стран Восточной Европы. Там тоже все анестезиологи уехали в более богатые регионы Евросоюза. И, соответственно, точно такие же проблемы у них. То же самое касается проблем, например, выгорания. Ну и поэтому вопросы юридического преследования, они стоят остро во всех странах с развитой экономикой, с развитой системой здравоохранения. И, в принципе, проблема первичного звена здравоохранения тоже далеко не везде решена. Ну вот хорошие такие, на мой взгляд, некоторые показатели, цифры. Обратите внимание, что безопасность здравоохранения, несмотря на то, что мы об этом постоянно говорим, уступает безопасности в гражданской авиации, а многие сюда прилетели, подозревая, что на самолете, в 30 тысяч раз. И, наверное, это можно и нужно использовать в беседах с родственниками, с пациентами, потому что это, на мой взгляд, действительно показательно и существенно. Источники проблем. Что является источниками проблем юридического преследования медработников, источниками проблем того, что мы, как профессиональное сообщество, недовольны этой ситуацией. О многих этих моментах мы говорили, в том числе на прошлом, позапрошлом нашем Конгрессе. И вот они систематизированы у меня в такой слайд. Во-первых, несогласованность нормативно-правых актов, то, что называется желание, не соответствует действительности. У нас сегодня будет в том числе профильная комиссия главных специалистов, и все главные специалисты из регионов каждый год заполняют отчетную форму, в которой есть такой раздел, как соответствие требованиям 919-го приказа по таким-то, таким-то, таким-то позициям. И ни для кого не секрет, что по многим позициям есть явное несоответствие. Это несоответствие всегда было, есть и продолжается. И все это, в общем-то, знают. То же самое касается проблемы клинических рекомендаций. Вот кто учился в советское время, разбирали наверняка такую статью, которая называлась «Детская болезнь ливизны в коммунизме». Вот мы тоже сейчас переживаем, статья Владимировича Ленина была, вот сейчас мы переживаем детскую болезнь применения клинических рекомендаций, потому что, ну, в общем-то, не совсем понятно, как их в настоящее время использовать, трактовать. Споры идут среди медицинских юристов. В общем-то, правильная такая точка зрения, которая импонирует, то, что, в общем-то, текст клинических рекомендаций, он сделан для принятия решения врачом, исходя из конкретной клинической ситуации, а для оценки, для экспертизы, качества медицинской помощи, в общем-то, есть только раздел критерий качества. Вот есть такая точка зрения, в частности, Ивана Печерея, которую я слышал и читал, и, в общем-то, она, на мой взгляд, нашим профессиональным сообществом воспринималась бы с позитивных позиций. Но по факту мы с вами знаем, что в настоящее время многие специалисты, которые привлекаются к экспертизе по неблагоприятным исходам, они могут выдергивать, по сути, любую позицию из любой клинической рекомендации, совершенно неважно, действует эта рекомендация, не действует, устарела она, не устарела. Очень часто специалисты ссылаются на литературу там 50, 10, 15 или 30 летней давности, и все это выносят как так называемые дефекты оказания медицинской помощи. И, соответственно, на основании этих заключений пополняется постоянно пул осужденных и недовольных данной ситуацией наших с вами коллег. И тоже в нашем профессиональном сообществе, в общем-то, не секрет, что многие коллеги в настоящее время разочарованы клиническими рекомендациями тем, что их надо писать. Почему? Потому что в итоге эти клинические рекомендации становятся злом и довольно-таки опасным инструментом для практикующих врачей, которые не столько помогают, сколько помогают наказывать врачей-анестезиологов-ренематологов. Вот последние клинические рекомендации по сепсису и политравме, разработанные в том числе при содействии ассоциаций анестезиологов-ренематологов, на мой взгляд, конечно, очень они большие, да, там занимает 120-400 страниц. И вчера мы на одной из секций видели человека, который сказал, что он знает все клинические рекомендации по анестезиологии. Но я думаю, что если попрошу поднять руку в зале анестезиологов, кто знает все клинические рекомендации по анестезиологии, я думаю, что леса рук не будет, потому что, на мой взгляд, нормальный человек не может держать в голове все клинические рекомендации, все позиции. Одна из главных здесь проблем, то, что должна произойти изначально цифровая трансформация системы здравоохранения, цифровизация, внедрение адекватной системы поддержки принятия клинических решений, а только потом можно спрашивать, на мой взгляд, врачей, как вы выполняете те или иные позиции клинических рекомендаций. Ну, в настоящее время не секрет, что сформирована, по сути, презумпция виновности медицинских работников, в особенности, если летальный исход наступает при оказании плановой медицинской помощи. Следственный комитет и общество считает, что здесь точно кто-то виноват, и если этого человека, на первый взгляд, не видно, то фемида, она же не зря слепая, она все равно кого-то найдет, и часто как раз не того, кто наибольшей степени поспособствовал этому неблагоприятному исходу. Ключевая, наверное, все-таки проблема, выделена мной красным, это недостаточная компетентность специалистов, я имею в виду в первую очередь анестезиологов-ренематологов, привлекаемых к экспертизе качества медицинской помощи Следственным комитетом. Тоже по этому поводу мы неоднократно, у нас были доклады на прошлых тоже конгрессах, и мы об этом достаточно много писали, в том числе в нашей совместной книге с профессором, с уминым профессором Горбачевым по юридическому преследованию врача. Здесь, на мой взгляд, к данному специалисту должно быть два главных требования. Первое, этот человек должен быть проучен по ЭКМП, у него должны быть сформированы эти компетенции, хотя бы на краткосрочных курсах. И второе, этот человек должен быть, за него должно отвечать профессиональное сообщество, он должен быть рекомендован профессиональным сообществом, региональным, либо федеральным, как специалист, который может участвовать в такой оценке. По факту приходится сталкиваться с тем, что Следственному комитету, видимо, выгодно определенный пул привлекаемых специалистов, которые дают неблагоприятное заключение по нашему региону, по Забайкальскому краю. Третье дело подряд, один и тот же человек, одно и то же примерно заключение, причем там некоторые вещи прогрессируют, все больше и больше страниц в этом заключении. А вот те специалисты, которые дают оправдательное заключение по случаям оказания медицинской помощи, на мой взгляд, они не выгодны Следственному комитету в настоящее время, и они каким-то образом отстраняются. Ну и термин, который мы полгода назад тоже ввели, опубликовали, судебно-следственные ошибки, так как наши, как мы их иногда называем, смежники Следственного комитета, очень любят употреблять термин врачебной ошибки, который, напоминаю, не имеет в правовом поле, в общем-то, четких дефиниций. Я считаю, что наше профессиональное сообщество должно погромче говорить о судебно-следственных ошибках, то есть это те случаи, когда врачи осуждены, но при этом профессиональное медицинское сообщество считает, что дефектов они не допустили, осуждены они невиновно, несправедливо, а ни для кого не секрет, что количество таких специалистов постоянно пополняется, их становится все больше и больше. Кстати, вот этот вот термин судебно-следственные ошибки, мы его в том числе опубликовали вот в нашей статье в Вестнике анестезиологии и аниматологии, первый номер за этот год, и он в судейском корпусе такой очень яростный и бурный отклик произвел, что меня, в общем-то, порадовало, в общем-то, несколько нас обвинили, что мы некорректно используем термины и разные моменты, мы, в общем-то, только порадовались, что наконец-то мы достигли цели и в какой-то степени достучались до небес и были услышаны, что такая проблема существует. И действительно, не зря у нас вчера участвовал, в том числе в наших заседаниях депутат Государственной Думы Башенкаев, да, я совершенно согласен с точкой зрения, что с мест профессиональное сообщество должно максимально сигнализировать власти, в том числе по линии Государственной Думы, нацмедпалаты, да, побольше должно быть обращений о том, что профессиональное сообщество не устраивает данная ситуация, нужно менять законы, в том числе, конечно, надо что-то делать с услугой в 323 ФЗ, да, со второй статьей и так далее. Ну, теперь про шансы. Вот, напомню, да, такие вот этапы юридического преследования можно выделить, они мне напоминают стадии заболевания от его предикторов до, как говорит профессор Сумин, агональной фазы какой-либо болячки. Вот, на стадии жалобы, в общем-то, шансы, вероятность неблагоприятного исхода, то, что врач будет осужден, конечно, просчитать очень сложно, но, опять же, максимально эффективная стадия именно эта, и я призываю практикующих врачей максимально работать для того, чтобы не подвергаться юридическому преследованию на стадии жалобы, стадии первичного общения с пациентами, родственниками пациентов умерших и так далее. Но если обратиться к статистике Следственного комитета вот за 19-21 годы, то на этапе доследственной проверки вероятность того, что вы будете осуждены, если проводится в отношении вас доследственная проверка, это 3-5%, в общем-то, пока немного. Пока немного, да, 3-5%. С другой стороны, 95-97% этих дел, они заканчиваются макулатурой, идут под стол, да, и, собственно, значительный пул людей, которые этим занимаются, получают зарплату, средства налогоплательщиков и так далее. На этапе следствия вероятность того, что врач будет осужден, составляет 8-15%, и на этапе суда составляет 95%, причем наши смежники Следственного комитета, да, они говорят, а что вы, собственно, недовольны, вообще-то это в 10 раз чаще вас оправдывают, чем по другим делам немедицинским, там вероятность оправдательного приговора составляет полпроцента, то есть в 10 раз меньше. Но я думаю, что осужденных врачей это, конечно, радовать особо не может. А теперь момент, который все-таки считаю, что нужно и важно подчеркнуть, это разница между 109 и 238 статьей. Наверняка многие ее знают, эту разницу хорошо, однако так как лекция адресована в большей степени практикующим врачам, подчеркну, что по факту постоянно не задается один и тот же вопрос, а какая разница, подумаешь там 238, чем она хуже, чем 109, хотя, в общем-то, все эти данные открыты, да, свободны, можно посмотреть в интернете, значит, наша, так, в кавычках, любимая 109 статья, какая с ней проблема? Очень часто Следственный комитет не успевает с два года это дело довести до какой-то логического, с их точки зрения, исхода, и дело прекращается, да, и врач избегает наказания, что, в общем-то, с точки зрения обострыки на Следственном комитете нехорошо, и вот поэтому возбуждается 238 статья, 238 статья, в отличие от 109, это статья тяжелая, значит, есть своя классификация в уголовном кодексе статей, которую не все медработники знают, и если 109, это, как говорилось в одном фильме, легонькая статья, то вот 238, это статья уже тяжелая. Срок давности составляет 10 лет, и затянуть, конечно, не получится. Помните, что по 238 статье может быть использован закон, так называемый, Яровой, то есть ваши все телефонные разговоры, сообщения, которые вы провели в день инцидента, который у вас произошел, либо на следующий день в виде разговоров, там, вот, я тут пациента не заинтубировал, он умер, что делать, там, и так далее, все они могут быть распечатаны и предъявлены вам в последующем при допросах для того, чтобы вы прокомментировали, а что вы имели в виду, когда говорили об этом. Поэтому вот у нас, допустим, в регионе мы стараемся звонить в такие случаи с чужих телефонов, да, либо там через мессенджеры и так далее. Ну и, наконец, наказание, вот, как бы там много чего написано в уголовном кодексе, не все все правильно понимают. Реально по 109 статье такое основное наказание, это условный срок или ограничение свободы, то есть человек живет, как и жил дома, вот, часто даже он может ходить на работу, ну, не может ездить в Таиланг куда-то еще, да, ну и плюс может быть или не быть так называемый профессиональный бан, что чаще воспринимается как более серьезное наказание, потому что не все врачи-анестезиологи, особенно стажированные, могут работать где-нибудь в другом месте, там, в такси, либо продавцами на кассе и в прочих местах. Это достаточно больно для многих. Что же касается 238 статьи, здесь реальная колония общего режима, здесь сидеть с злодеями, значит, это уже не дома, да, это гораздо более суровое наказание принципиально, и профессиональный банк, который может быть здесь уже, на мой взгляд, не имеет такого вот уже существенного значения. В общем, статья эта гораздо тяжелее, и когда против вам предъявляется обвинение, всегда старайтесь сразу установить, да, играете роль Штирлица в Следственном комитете, да, что он криминируется, за что, какая статья, обязательно нужно об этом спрашивать, это учитывать, и, соответственно, нужно вот прилагать максимальные усилия для того, чтобы избегать 238-й, а уйти в 109-ю статью с помощью адвокатов, юристов и так далее. Что касается адвокатов, ну вот в отношении адвокатов, конечно, в профессиональном сообществе, в медицинском тоже неправильное понимание роль места адвоката, точно так же, как у популяции обывателей, неверное представление о медицине. Все воспитаны на голливудских фильмах, как там Сиси Кэпфелл, значит, там полгода был в коме, потом встал, ничего не пострадало, даже половая функция сохранилась и прочие моменты. Но примерно точно так же наше сообщество думает, что вот в голливудских там фильмах адвокат что-то там сказал, как правило, чернокожий, да, там какой-то аргумент привел, значит, и все, тут же все поклонились подсудимому, отпустили и так далее. На самом деле так не бывает в реальной жизни, да. Адвокат, он играет роль такую, во-первых, мощнейшую психологическую для медработника, для врача, в чем его существенная важность. Ну и второе, конечно, главное его направление, он помогает разработать верную тактику поведения и может, так называемым процессуальным моментом развалить дело, да, подсказать, где тут слабые места в обвинении Следственного комитета, как это можно развалить для того, чтобы, допустим, 238-ю переформатировать на 109-ю и так далее, и так далее, где можно, значит, пойти на какое-то соглашение, либо вот что нужно сделать для того, чтобы дело затянуть и избежать несправедливого наказания вот таким хотя бы образом. Ну и, собственно, да, нанимать, не нанимать адвоката решает каждый сам, и это можно делать на любой стадии процесса юридического преследования. Далее, следующий момент, который, к сожалению, исчез в настоящее время из нашей реальной практики, вот я хорошо помню, как это было 20-25 лет назад, проводились в Кили, в клиниках с подробным разбором проводились ЛКК на уровне регионального Минздрава, в настоящее время мы сталкиваемся с ситуацией, что дело очень часто при неблагоприятном исходе тут же изымается, оно уходит в Следственный комитет, и очень часто оно не разбирается ни на уровне клиники, где это произошло, ни на уровне Минздрава. Это плохо на самом деле. Почему? Потому что дело это в последующем попадает к специалисту, привлекаемому к экспертизе, который живет в каком-то другом регионе, который не знает внимательно этих обстоятельств с дела, и в общем-то он может в том числе и дать неверную трактовку, да, опять же, учитывая слепоту фемиды, да, и может быть, опять же, пострадать не тот человек, который реально допустил какие-либо дефекты, либо в данном деле неточности. Поэтому профессиональный разбор, он может повлиять на верную оценку в последующем привлекаемыми специалистами специалистами из другого региона, трактовку обстоятельств дела, если вы это изложите. Здесь же, наверное, нужно также упомянуть такой момент, что не надо сильно выгораживать смежников. Так мы привыкли, да, анестезиологи, что мы часто прикрываем хирургов, прикрываем гинекологов, однако раз за разом приходится сталкиваться с делами, когда почему-то женщина умерла при кровопотере 750 миллилитров, а что она, собственно, умерла-то, если 750 миллилитров было при кесарном сечении, да, у хирургов тоже там какая-то не такая уж большая кровопотеря, но вдруг пациент умирает. Крайне в этих случаях оказываются врачи-анестезиологи-ренематологи, которые занизили кровопотерю, которые постарались прикрыть наших друзей, да, вот потом, как правило, уже поздно что-то менять в истории болезни и в показаниях дела, да, и, соответственно, страдают, собственно, не те, кто виновен в каких-либо явно допущенных дефектах. Так, в общем-то, у нас не принято делать, да, но, тем не менее, если вы не хотите, чтобы страдали невиновные, видимо, так делать все-таки придется, вот таким образом. Далее, позиция, которую, в общем-то, все знают, все знают, очень давно, это 48-я статья 323-го федерального закона, врачебная комиссия консилиума врачей, отординатором часто цитирую сказку про Буратино, там есть такое хорошее очень описание консилиума, вот, на самом деле, все вроде это знают, но почему-то никто не использует, или используют крайне редко, если используют, то это гинекологи используют, а вовсе не анестезиологи. На самом деле, консилиум врачей, это любые два врача, да, вовсе не обязательно это академики-профессора, или там главные специалисты, просто любые два врача, да, это уже консилиум юридический, и самое главное, правильно этот консилиум оформить, собственно, к этому у нас и федеральный министр Мурашко, да, тоже подталкивал в некоторых выступлениях, что вы должны упоминать, что исходя из индивидуальных особенностей пациента, уникальности клинического случая, принято решение назначить то-то-то в каких-то дозах, там, прибегнуть к такому-то вмешательству и так далее, и так далее, и обращаю внимание, что 323 ФСЗ, он явно стоит выше, чем любые клинические рекомендации, чем любые стандарты, чем любые инструкции, сейчас даже Минздрав выпустил директиву, да, как назначать препараты оффлейбл, собственно говоря, и вот когда я как специалист проверяю какую-то историю болезни, да, вот смотришь, там, сличаешь действия анестезиолога при поступлении, там, еще там, вечером какой-то в дневнике, а на следующий день консилиум, и консилиум решил назначить то-то, 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 то-то. Вот, на мой взгляд, даже нет особого смысла сличать вот эти вот решения консилиума с каким-либо нормативным документом, потому что это решение консилиума, это высший орган власти, да, и его решения могут противоречить любым более младшим, да, нормативным документам и актам. В общем, это серьезный инструмент защиты лечащих врачей, аргумент для эксперта, который, на самом деле, исключительно недооценивается, да, профессиональным сообществом, в особенности анестезиологическим. Далее, вопросы разные тактики. Вот здесь, конечно, колоссальная роль юриста, роль адвоката, который может подсказать, что, собственно, делать. Известны, да, случаи использования 39-41 статьи Уголовного кодекса, в частности, вот наши коллеги из Хабаровска несколько лет назад опубликовали такую вот работу, когда при кесаревом сечении женщина умерла от синдрома Мендельсона, ну, правильно оформленная, опять же, документация, в том числе, ее знакомство с рисками, да, с примененной технологией и так далее, анестезиологического обеспечения помогли полностью оправдать врача и избежать какого-либо вообще наказания в том случае, несмотря на летальный исход. В последнее время смежники Следственного комитета нас так подталкивают к досудебному соглашению, частичному признанию вины. Это такая тоже общемировая практика, довольно распространена в Америке, да, там, что вроде идешь навстречу, что-то там соглашаешься с какой-то там виной. Но у нас, конечно, во многом профессиональное сообщество к этому не готово, потому что признавать вину, которую ты не чувствуешь, с которой ты не согласен, конечно, очень сложно. Тем не менее, такая тактика возможна, в особенности, если против вас есть уже не одно, а два негативных экспертных заключения. Собственно, после этого надеяться на хороший исход шансов очень мало. Ну и затягивание процесса. Тактика одна из самых сейчас популярных и успешных. Иногда помогает, если несколько обвиняемых по одному делу. Они могут по очереди заболеть, забеременеть, у них там что-то еще случится. И, собственно, вот когда два года, в общем, не так сложно это затянуть. К сожалению, да, приходится прибегать вот к таким моментам для того, чтобы избежать несправедливого наказания. Ну и момент, который называется апелляция, он такой спорный. Дело в том, что очень часто, если вы пытаетесь протестовать приговор, то вовсе не обязательно суд высшей инстанции вам уменьшит ваше наказание, а чаще как раз происходит наоборот. Суд более высокой инстанции, он может... У нас был случай, когда был просто условный срок без профессионального бана, но суд более высокой инстанции доктору потом назначил плюс еще три года профессиональный бан, что, конечно, ее очень разочаровало. Наконец, момент, который... инструмент, который очень эффективен и который очень редко применяется профессиональным сообществом, это как раз эмпатия, механизмы правильно построены беседы с пациентом, с родственниками пациента умершего, да, на этапе возможной жалобы, на этапе еще до доследственной проверки. Того, чему, кстати, у нас в прошлом году наша секция закончилась, да, в этом году тоже у нас будет Елена Геннадьевна построен такой мастер-класс, как правильно разговаривать с родственниками пациента. Про эмпатию много говорится, но такая основная претензия эмпатию никто у нас в медвузах не преподает, не преподает или практически никто не преподает. Вот даже наша кафедра в этом году из-за того, что никто у нас этим не занимается, мы уже плюнули, решили сами преподавать, да, на своих циклах повышения квалификации для анестезиологов эмпатию. Что это такое вообще, да, какие тесты на эмпатию, как его развивать и что нужно делать, потому что это действительно инструмент, с помощью которого мы можем существенно снизить шансы того, что врач будет осужден. Вообще про эмпатию я удивился, что есть многоцентровые исследования тоже, и эмпатия это такой немедикаментозный фактор, который достоверно улучшает результаты лечения, достоверно улучшает результаты лечения пациентов, повышает приверженность пациентов к терапии. Ну и в контексте нашей с вами секции, конечно, эмпатия нужна, когда есть признаки начинающего конфликта для того, чтобы в зародыши подавить эту жалобу, в зародыши подавить обращение в Следственный комитет и прочие этапы. И если это получается сделать, тогда врач может избежать всех вот этих не всегда увлекательных походов и приключений по Следственному комитету. Ну и в завершении, конечно, нужно сказать, что наша кафедра уже не первый год, 1 сентября, когда к нам приходят молодые врачи-ординаторы, я им, собственно, говорю одну и ту же вещь, что вот вы пришли сейчас в нашу специальность, там 25 или 27 человек, а вы должны знать следующие моменты. Всех вас будут допрашивать, всех, это абсолютно очевидно. Часть из вас будет осуждена, но самое главное, что часть из вас будет осуждена несправедливо. И такова цена, и таковы реалии, таковы реалии жизни. Меня часто спрашивают, что ж тогда позитивного. Я говорю, когда вы предстанете, как человек незаконно осужденный на этом свете, вам наверняка что-то будет прощено на том свете. Поэтому стопроцентный шанс избежать юридического преследования в настоящее время, это не работать в медицине, не работать в анестезиологии. Если у вас нет тети, то, собственно, у вас и нет никаких иных проблем. Это наша Академия, наш город Чита, который славился всегда тем, что кто-то в нем либо служил, либо сидел. Поэтому если кто-то будет осужден, мы готовы принять. Спасибо за внимание.